честно сказать не у меня нет вообще проблем с центральной влады в киеве знаете в этом мало кто верит что я допустим оппозиционный депутат из укропа и еще получается условно там после истории с корбаном и все остальное ну вот ну просто ну грех жаловаться то есть у меня нет проблем понятно что хотелось бы что-то с них получить побольше каких-то денег например на строительство обездной дороги или на строительство там еще каких-то инфраструктурных вещей там большину и к этому ездил три раза толку никакого но не хочу опять же комментировать не мои это дела конкурс на железнодорожном вокзале говорили-говорили так она все и умерла не в этом дело я говорю о том что но в мои дела никто не лезет то есть нет такого что мне звонятся не сразу президента ряды иди туда иди сюда или вот те подрядчик или ты это не делая делай вот это или вот тебе приедут расскажу что тебе надо делать вообще ни разу не знаю не знаю не знаю с другой стороны они опять же не хочу называть имен коллег они видят что я не лезу в их дела то есть я там не комментирую не придумываю всякие штучки там через семена семенченко то есть у меня работы вот здесь вот так то есть я не знаю в какую сторону бежать поэтому знаете опять же вот я честно скажу там у меня нет особого там пиетета и любви к петру алексеевичу но я могу сказать что ни за какие блага мира я не хотел посетить его кресле между путиным и меркель вот ни за какие блага мира и я понимаю прекрасно знаете у меня был такой хороший разговор очень такой душевный к нам приезжала по инклюзивному образованию марина порошенко и мы с ней сидели разговаривали она мне это знаете там очень многие говорят а вот шоу будете делать когда ваш муж не будет президент говорит шо будет пить шампанское поэтому знаете как бы ну то есть она вроде как кажется что ого-го а ты посиди в этой шкуре поэтому я не могут ну реально но я объективный человек то есть умеешь как бы там свои в мировознические установки своя политическая история но мы и дела никто не лезет у меня нормальные отношения не знаю с премьер-министрами она ты она ты со спикером верховной рады то есть я всегда могу поднять трубку что-то попросить на другой стороне особо ничего не надо ну я привык свои проблемы решать самостоятельно я взрослый мальчик